Очередное заседание городской думы началось с внесения изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020. Прогнозируемые доходы областного центра увеличиваются на 66 миллионов 760 тысяч рублей и составят порядка 5 миллиардов 965 миллионов. В связи с этим законодатели увеличили объем расходов, в первую очередь на социальные проекты. Мы увеличили финансирование программы развития образования, это на материальное стимулирование оплаты труда наших педагогов. Увеличиваются расходы на программу по ремонту наших автомобильных дорог, для того, чтобы администрация города Иваново могла в ближайшее время провести необходимые процедуры конкурсные и определить тех подрядчиков, которые начнут ремонтировать сватобетонные покрытия автомобильных дорог города в самое ближайшее время. Добавили также на механизированную уборку улиц. Дополнительные средства выделили на ремонт спортивных объектов. Особая статья расходов на поощрение выдающихся спортсменов. Впервые у нас выделяются деньги в размере 400 тысяч рублей на поощрение спортсменов, которые достигли выдающихся результатов, победители международных и всероссийских соревнований. Закончив с делами финансовыми, депутаты приступили к насущным вопросам. Внесли существенные изменения в правила землепользования и застройки. Согласно новой редакции закона, все объекты жилой или общественно-деловой застройки, прежде чем получат разрешение на возведение, будут проходить согласование архитектурной комиссии. Комиссия предполагается из 8 профессиональных архитекторов, которые давно работают в нашем городе. Состав комиссии будет, опять же, рассматриваться, скорее всего, градсоветом, будет утверждаться главой. Основная идея в том, чтобы развитие города в дальнейшем определяли именно профессиональные архитекторы, а не застройщики, которые на данный момент строят то, что им нравится. Вводится также новый параметр, который обязаны учитывать при возведении – коэффициент застройки. Это отношение площади квартир к площади земельного участка. С 1 марта этот показатель будет регламентирован. Проблемы данными коэффициентами решаются самые насущные. Это парковочные места и детские площадки, которые теперь уже автоматом будут размещаться. То есть, участок уже будет позволять разместить все, что положено. Внесли законодатели изменения и в сферу пассажирских перевозок. Правда, пока почти неощутимые. Ранее у администрации были лишь полномочия на установление стоимости на проездной билет сроком действия 1 месяц. Сейчас, сегодня депутаты городской думы наделили администрацию своими решениями полномочиями об установлении стоимости проездных билетов сроком действия, предположим, 1 день, 7 дней, 2 месяца. То есть, появятся разные виды проездных. Маленький шаг для законодателей – огромный скачок для городской транспортной системы к организации безналичной оплаты проезда и электронных проездных. Правда, работы в этом направлении у городской мэрии еще немало. На основании этого решения у нас будет принято еще ряд нормативно-правых актов, которые, в принципе, нам и позволят полноценно везти на территорию города Иваново, пока на электрическом транспорте, систему безналичной оплаты проезда. Кстати, об электрическом транспорте депутаты тоже поговорили. Приняли решение освободить МУППТ от перечисления в бюджет части прибыли за 2017 год. Эти средства помогут предприятию в 2018-м свести концы с концами. Благотворительность – не более.